Утро четверга 6 ноября 1941 года началось для главы английской военной миссии генерал-лейтенанта Макферлана со свежего номера «Правды». Последние известия с фронтов Отечественной войны. Успешные контратаки, стойкое сопротивление, ночной таран вчера на Западном фронте. Вчера и сегодня наши войска успешно контратаковали неприятеля. Так писала правда. Не писала она только об одном – о том, как чувствовали себя сейчас эти самые люди, когда враг уверенно топтал их родину, приближаясь к ее столице. А вот это он и увидит сегодня своими глазами. Сегодня вечером и завтра утром. Ноябрь – месяц. Непогода. Зимы – безрадостный мотив. Война ввела шинели в моду. На годы жизнь определив. 6 ноября 1941 года во Дворце культуры на площади имени Куйбышева состоялось торжественное заседание, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Заседание началось в 7 часов вечера в концертном зале дворца, где собрались трудящиеся города, члены эвакуированного в Куйбышев правительства и дипломаты. За стоящим на сцене большим столом в этот вечер можно было видеть товарищей Ярославского, Вознесенского, Шкирятова, Андреева, Ворошилова, Калинина и председателя Куйбышевского горосполкома товарища Пылева. Открыл заседание Михаил Иванович Калинин. Но главная часть торжественного заседания была впереди. И вот, наконец, пробил и ее час. Главной частью была речь товарища Сталина, который в эти минуты находился в той самой Москве, которую уже видели в свои бинокли гитлеровцы. Да, Сталин был здесь, в Куйбышеве и во многих других городах Союза Советских Социалистических Республик, где в эти минуты тоже слушали его речь, внимая каждому произнесенному им слову. Товарищи, прошло 24 года с тех пор, как у нас победила Октябрьская революция. Обычно на торжественных заседаниях к юбилею Октябрьской революции подводятся итоги наших успехов в деле мирного строительства за истекший год. Но истекший год был для нас не только годом мирного строительства. Он является вместе с тем годом войны с немецкими захватчиками, вероломно напавшими на нашу миролюбивую страну. 6 ноября во Дворце культуры состоялось торжественное собрание актива города Куйбышева, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции. На собрании присутствовали члены правительства, члены Центрального комитета партии и представители дипломатического корпуса. С напряженным вниманием собравшиеся прослушали по радио доклад товарища Сталина на торжественном заседании Московского городского совета депутатов-трудящихся. С огромным подъемом и воодушевлением собрание приняло текст приветственного письма вождю партии и народа товарищу Сталину. Утром 7 ноября улицы города заполнили трудящиеся Куйбышева. У памятника на трибуне собрались представители центральных и областных, партийных и советских организаций, командиры, политработники, стахановцы, ударники фабрик и заводов, корреспонденты иностранной и советской печати. Здесь же присутствовали дипломаты и представители военных атташе. В 10 часов утра на трибуну поднялись товарищи Калинин, Вознесенский, Шверник, председатель Куйбышского обкома ВКПБ Канунников, председатель Куйбышского область полкома Журавлев и другие. Дул резкий пронизывающий ветер. Но сейчас о нем никто не думал. Все ждали начала парада. Вот на площадь въехал на коне маршал Союза Советских Социалистических Республик товарищ Ворошилов. Трибуны встретили его дружными аплодисментами. Раздались звуки интернационала. Прогремели раскаты артиллерийского салюта. И на площадь вступил сводный полк начальствующего состава. Командиры, офицеры, орденоносцы. Все как один, советские люди, встали на защиту своей родины. Все как один поднялись, чтобы дать отпор врагу. За сводным полком начальствующего состава на площадь вышла колона Куйбышевской военно-медицинской академии. С винтовками наперевес четким шагом идут пехотинцы. Многие из них вооружены винтовками с оптическим прицелом, автоматами, ручными пулеметами и гранатометами. Пехоту сменили моряки, кавалеристы, минометчики, моторизованные части, отряд ПВО с зенитными пулеметами и мощными прожекторами. За ними артиллерия на механической тяге, противотанковые, средние и дальнобойные орудия, танки, торжественный марш частей Красной армии продолжался около двух часов. А когда на площадь вступили первые колонны трудящихся, в небе появились краснозвездные самолеты, бомбардировщики, штурмовики, истребители. Многие из этих самолетов были собраны на заводах, эвакуированных из прифронтовой полосы и уже приступивших к производству продукции в глубоком тылу. После короткого перерыва на площади вновь прогремел марш, и на нее вступили юноши и девушки в черных шинелях. Это фабрично-заводское ученичество. Вот они идут четким военным строем, все как один, готовые встать к станкам на смену уходящему на фронт старшему поколению. Вслед за юношами и девушками из ФЗУ на площадь шумной, говорливой колонной вступили учащиеся школу. Мальчики и девочки. Им тоже полагалось бы идти по площади стройными, чинными рядами. Но нет, ведь каждому хотелось хоть на секунду задержаться перед трибуной и своими глазами посмотреть на маршала Ворошилова и на всесоюзного старосту Михаила Ивановича Калинина. Смелая и радостная у нас молодежь. И вот эту юность хотели отнять у нашей страны разбойничьи, фашистские орды. Им этого не сделать. Если парад показал, что у нас есть кому бороться, то начало демонстрации дало воочию увидеть, что у страны советов есть будущее. Идет и идет народ по Волжье. Идет та самая коренная Русь, которая историей жила на берегах Великой реки, где складывались поэтические сказания о борьбе за свободу и сильные характеры. Эта Русь никогда не станет ни немецкой, никакой другой. А кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. В ответ на речь вождя народов товарища Сталина работницы трикотажной фабрики имени 8 марта повысили производительность труда. Стахановки Вера Маштакова, Юля Медникова, Нюра Буянова и весь коллектив фабрики обязались изготовить в неурочное время 400 штук теплых вещей в подарок бойцам Красной Армии. Патриотки сдержали свое слово. Теплые вещи отправляются в фронт. Утро субботы, 8 ноября, вновь началось для генерала Макферлана с правды. Парад в Москве, 7 ноября в Куйбышеве. Парад военных частей и демонстрация трудящихся Воронежа. Торжественный радиомитинг трудящихся Ленинграда. 120-тысячная демонстрация в Алма-Ате. Генерал читал заголовки, перелистывал страницы газеты. А сам все еще слышал голос Сталина там, на торжественном заседании во Дворце культуры. И не только его голос. Он вспоминал дыхание и молчание всех тех, кто слушал речь Сталина вместе с ним. Дыхание десятков и сотен людей, которые в эти минуты стали одним человеком. И этот один человек не думал больше ни о чем, кроме того, что нужно сделать все необходимое, чтобы враг был разбит. А еще генерал видел, как сквозь газетные строчки перед ним вновь и вновь шли по площади пехотинцы с винтовками наперевес. Как в небе над площадью летели краснозвездные самолеты. И это тоже был шаг и полет того самого одного человека, который отдаст все на свете, всем на свете пожертвует и приложит все силы к тому, чтобы на его земле не осталось даже памяти о фашизме. Кажется, теперь генерал понял и поняли все, кто еще сомневался в том, что этот народ и впрямь будет драться с врагом до последнего дыхания, до последней капли крови и до последнего патрона. А если у него закончатся все патроны, он вцепится во врага руками и зубами и будет рвать его на части до тех пор, пока на его земле не воцарится мир. Война ввела шинели в моду, на годы жизнь определив, ноябрь месяц, непогода, зимы безрадостный мотив. С вами был Михаил Перепелкин.